Приветствую, Солигорск, Беларусь, по связи Лондон, послеобеденный Солигорск. Что было на обед? Ничего. Ладно, не говорите, потому что у меня обеда еще не было, поэтому лучше не вызывайте во мне зависть. Хорошо, давайте начнем. Меня зовут Александр, я работаю уже почти три года в Лондоне, занимаюсь тестированием, автоматизацией, тестированием и большую часть времени именно в методологии behavior-driven development, так называемой. У меня было несколько мыслей, о чем вам рассказать сегодня. Я перелесну сейчас на агенду, на содержание. О чем рассказать? Я подумал, что, наверное, не хочу вдаваться в технические очень большие детали. Мне очень хочется рассказать с большой перспективы о своем опыте последние годы. Просто сделать ревервью behavior-driven development, о каких-то еще тестовых практик, как это все работает вместе в девелопинг-команде, эта методология, и какие-то еще тестовые практики, которые я нахожу очень полезными. И я не буду вдаваться в детали, но надеюсь, если у вас есть какой-то опыт, вы можете поделиться в конце, задать вопросы, или просто это будет полезно вам как общий овервью. Если будут какие-то интересные детали, мы можем договориться о следующей встрече, как мы потом. Поэтому сегодня у меня в содержании behavior-driven development что-то такое, какие-то небольшие примеры из реального проекта, с моего прошлого проекта. Как это все выглядит при разработке, как это все используется в работе в команде, немножко поговорить о тестовых практиках, именно о непосредственном автоматизации, и затронуть немножко continuous integration, и как улучшить стабильность и скорость функциональных тестов в continuous integration и с помощью стабильного back-end of service. Такое содержание. Большая часть будет посвящена первому пункту, потому что так называется, собственно говоря, презентация. Давайте начнем. Самая главная проблема, которую призвана решать behavior-driven development, это проблема коммуникации в команде, и зачастую это является самым краеугольным камнем в всей разработке, и из-за этого все задержки получаются, потому что одна сторона не знает, чего она хочет, вернее, одна сторона не знает, как правильно работать техническая команда, и от вегастера она не знает, как правильно сделать то, и вообще, собственно, что нужно сделать для того, чтобы бизнес, собственно, оценил и получил какую-то пользу. Но данный слайд немножко не о другом, данный слайд, это, наверное, все-таки мужчине и женщине, у нас сегодня другая тема, поэтому будем говорить о бизнесе и о инженерах. Вот, между ними, как правило, на проектах, неважно, это продуктовая компания, или это компания, ошорная разработка, всегда между ними есть расстояние, просто по простой причине, что они говорят разных языков. Вот, и, ну, собственно, наша задача – это построить какой-то мост между ними, чтобы эта коммуникация стала проще, легче, доступнее, и язык стал более общим, так сказать. Ну, так как у меня презентация, мой предыдущий опыт основан на разработке в Рубе и непосредственно использовании таких средств для имплементации behavior-driven development, как cucumber, который переводится как огурец, то мост в моей презентации выглядел примерно вот так. Вот. Немножко слов о том, что такое behavior-driven development. Наверняка многие вас слышали об этом названии, или, по крайней мере, слышали, о так называемом test-driven development, или TDD сокращенно. Код BDD принято считать, что это эволюция в развитии TDD, или acceptance-driven development, а acceptance-driven планирования. Но разница в том, что мы фокусируемся на использовании общего словаря, то есть мы пытаемся найти общий язык бизнесом и команды разработки, и тем самым добиться, что мы доставляем какую-то реальную пользу бизнеса, мы понимаем, что мы делаем, и мы доставляем эту пользу именно в приоритизированном виде. Мы можем им проверить, бизнес может убедиться действительно на то, что он хочет, работает, и, собственно, приносит пользу бизнесу. На следующем слайде я хочу немножко описать о практиках, то есть что, собственно говоря, включая из себя этот метод разработки. Мы начинаем с первого шага, что мы договариваемся с бизнесом, если это возможно. Какие у нас цели? То есть, собственно, что мы хотим сделать? Мы хотим получить прибыль, мы хотим уменьшить траты, мы хотим сделать какую-то конкретную фичу, и для чего она нужна. Цель пользы, которую мы хотим получить, исполнивающуюся конкретную имплементацию, конкретную фичу или конкретного продукта. После этого мы пытаемся понять, какую функционал мы хотим сделать, исходя из этих целей. И так называемая есть практика, которая называется Fitcher Injection. Мы пытаемся, собственно, определить физик фич и функционал, который мы хотим заимплементировать. Мы стараемся работать тесно в команде, как и по любой agile практике. И мы стараемся работать тесно со всеми, кто заинтересован в данном продукте, прежде всего, предыдущими бизнес-командами. И мы стараемся работать с ними на процессе всей разработки и начинать с самого вверху, то есть так называемого outside-in-development. Когда мы начинаем с перспективы конечного пользователя, пытаемся понять, что в конкретном, в конечном итоге, какое должно быть поведение у системы. И мы, собственно говоря, чтобы доказать, что это все работает, и чтобы проверить, что система действительно приносит то поведение, которое нам необходимо, мы пытаемся описать поведение с помощью примеров. Есть даже название отдельной методологии, которая идет тесно с Behaviour-Driven Development, называется Specification by Example. То есть мы делаем конкретные примеры с конкретными числами. То есть мы имплементируем калькуратор, например, то мы говорим 2 плюс 2 должно равна 4. И это после автоматизируется, и мы проверяем, что действительно система работает на конкретные примеры, чтобы все было понятно. То есть тот самый общий язык. Как я уже сказал, это все потом автоматизируется, и служит одновременно и документацией, и быстрым фидбеком, и в процессе разработки дальнейшем мы можем использовать такие агрессионные тесты. То есть это и спецификация, и желает документация того, что нам нужно, какое-то поведение должно быть и системы. Это и тесты, это и результаты, и быстрый фидбэк в процессе разработки дальнейшей. То есть такая задумка. В чем еще отличие Behaviour-Driven Development от Test-Driven Development? Тиары, сторонники или изобретатели этого подхода очень настаивают на том, чтобы мы ни в коем случае не звали это тестирование. Ну, ни в коем случае. Делают этому акцент. Это не тестирование, это именно спецификация. То есть мы определяем, как должен работать наш продукт. И все, то есть тестирование, это уже как бы побочный, положительный эффект, так сказать. Поэтому если мы фокусируемся на том, что мы описываем объект, то мы фокусируем себя на том, что он делает, то есть на поведении, и не меньше задумываясь о дизайне. То есть как мы имплементируем конкретный класс, это уже детали. И разработка может быть так очень простой, то есть просто для того, чтобы функция заработала. А так она может быть потом отрефакторена, если правильно сказать на русском языке. Улучшенная и так далее. Но главное, что поведение остается тем же самым. Поэтому мы фокусируемся на внешнем поведении системы. Даже когда мы пишем юнит-тесты. Дизайн определяем, то есть тоже начиная сверху, как я уже сказал, мы пытаемся понять перспективу пользователя. И как только мы понимаем, что поведение, которое нам нужно сделать, оно работает, вопрос о дальнейшем усовершенствовании кода или делать его более поддерживаемым, более гибким, более расширяемым, это уже становится следующей фичей технической. И вопрос, нужна ли она вообще, нужно ли нам на нее тратить время. Зачастую бывает, что нет. То есть за счет следования этому подходу просто стараются митигировать, скажем так, предотвращать излишнюю затрату время технической команды на излишнее качество, куда там где-то может быть не нужно в дальнейшем. И чтобы, в общем-то, точно определить критерий definition of down, так называемый, то есть понять, что же нам нужно, где нам должно быть сделано, мы определяем, соответственно, критерии и автоматизируем их, которые, в общем-то, тесты, которые должны быть постоянно поддерживаемы, тем самым обеспечивая живую документацию. Вот, сейчас немножко остановимся на том, как это работает именно технически, с точки зрения разработчика, технической команды, и посмотрим на аргурез в разрезе, так скажем. В Ruby или в Rails, в мире разработки, есть такие средства, как Cucumber и Abspec. В общем-то, я думаю, что есть аналоги в любых языках. И разработка выглядит примерно следующим образом. У нас есть два цикла, внешний и внутренний. Ну, в самом простом случае. Внешний и внутренний. Внешний – это, грубо говоря, интерфейс пользователя, то есть то, система снаружи. Внутренний цикл – это то, как работает код. То есть мы можем сказать, что первый цикл – это шаги 1, 2, 6 и 7, это наши acceptance-тесты. А внутренний цикл – это наши unit-тесты. То есть Abspec – это unit-testing framework, например. Вот. И смысл в том, что мы начинаем, как я говорил, outside-in, то есть снаружи. Мы пишем acceptance-критерии, мы понимаем, какое поведение должно у нас быть на выходе. Когда эти тесты у нас готовы, на втором шаге они, естественно, будут красками, они будут падать, потому что у нас еще ничего нет. У нас может не быть даже интерфейса. То есть в браузере может ничего не загружаться, например, с отобором. Окей, мы понимаем, что первый шаг у нас падает. Например, мы должны пойти на login screen или на home page, и, в общем-то, его нет. Нам нужно пойти вниз, вниз к нашему коду и, собственно, заготовить страницу, то есть какой-то функционал, который будет эту функцию обеспечивать. Мы спускаемся на шаг третий внутрь системы, и мы пишем unit-тесты. Unit-тесты, которые могут быть… Если это MBC framework, если это Rails классический, да, то там могут быть unit-тесты и для views. Как они рендерятся, это могут быть unit-тесты для контроллера, как правильно он интерпретирует запросы пользователя, какую информацию он пытается достать из подсистемы, из доменного уровня. И это могут быть unit-тесты для моделей, то есть, собственно, с аналогизной логики приложения. И здесь уже классический у нас круг, классический цикл test-driven developing, когда у нас три шага. Сначала у нас все падает, потому что у нас ничего нет, никакого плода еще нет. Мы делаем минимальный код для того, чтобы тесты стали зелеными, то есть, встали не проходить, а зеленый, как огурец. Четвертый шаг. И после этого, если необходимо, мы делаем какой-то рефакторинг, мы улучшаем код на пятом шаге и возвращаемся наверх. То есть, как только мы довольны, минимальной имплементацией, мы возвращаемся наверх, на шаге шестом мы опять пытаемся запустить наши тесты на верхнем уровне. И добиваемся, чтобы они были тоже зелеными, как огурец. То есть, какая-то картинка. Если нужно, мы все рефакторим и возвращаемся на первый шаг, и делаем следующую фичу. То есть, в идеале, это будет делать вот так. Я, наверное, продолжу дальше. У меня будущая секция с вопросами. Посмотрим немножко на примеры кода. Совсем простые. Так вот начинается, грубо говоря, наша фича injection. То есть, мы пытаемся определить конкретный скол для одной истории или для одной фичи. И мы определяем, что это за фича, например, если у нас какой-то медиа-сайт, мы хотим иметь возможность, предоставить возможность пользователю добавлять фильмы в очередь на этом сайте. И все начинается с того, что мы пытаемся определить, какой, собственно, ценность несет этот функционал. То есть, мы простым языком, то есть, здесь такая конструкция «In order to, as I can», которая направлена на то, чтобы просто сфокусировать внимание бизнес-аналитика или бизнес-человека или того, кто пишет эту спецификацию в данном формате, чтобы он конкретно очень лаконично попытался писать, какая, собственно, будет польза от этого приложения, для кого она, для какой роли пользователей приложения она нужна, и, собственно, что хотим сделать. Сама фича. То есть, для того, чтобы мы могли хранить историю наших фильмов, тех фильмов, которые я хотел бы посмотреть, список фильмов, как заказчик этого сайта, как пользователь этого сайта, я хотел бы, вместо возможности, добавлять фильмы в очередь. Собственно, очень простой пример. Это описание всей фичи, и дальше мы, собственно говоря, идем за примерами. То есть, мы хотим предоставить примеры поведения этой фичи, как она будет конкретно работать. И тут у нас может быть от одного до нескольких сценариев, тоже, опять-таки, в теории, как эта фича будет работать. И вот здесь немножко пример из другого области, уже из другого приложения, но это может выглядеть так. Этот пример взят из инструмента, который называется Cucumber. То есть, этих инструментов очень много. Дотнет, это, например, SpecFlow, JBehaviour, Cucumber, JVM для Java. Есть также версии для других языковых. Но это, в общем-то, инструмент, который просто позволяет работать в BDT-подходе и, собственно говоря, создавать документацию, которая будет одновременно автоматическими тестами, по крайней мере, на уровне пользователей. То есть, это Assetment Step. То есть, Cucumber – это не BDD, Cucumber – это просто инструмент. И вы можете его использовать так, просто для автоматизации тестирования, например, да, или просто для описания спецификаций в виде примеров, examples. Также вы можете его использовать именно BDD. Вот. И, собственно, главная основная мысль этого инструмента, что он использует язык, который называется GERKING, GERKING, который тоже переводится как бы резко другого вида. И смысл в том, что мы определяем какой-то формат, достаточно формальный и достаточно в то же время гибкий формат описания примеров проведения системы, который будет позволять нафокусироваться на тех примерах, которые можно будет автоматизировать, и которые будут понятны всем представителям команд. То есть, ну, в данном примере внизу у нас описание какой-то фичи, видимо, это какая-то банковская система, какие-то кредитные какие-то счета, работа со счетами. И один из сценариев, как вот мы можем работать со счетом, как мы можем с помощью счета онлайн, например, выплачивать какие-то наши биллы, какие-то наши долги и так далее, делать какие-то пейменты. То есть, так выглядит спецификация наверху. Ну, следующий слайд показывает, следующий слайд еще ничего не показывает. В следующем слайде предполагаю, что вы зададите вопрос, как, собственно говоря, это автоматизировать. Ну, то есть у меня вот этот вопрос возник. То есть, если взять пример из моего проекта, моя начальница, она бы спросила, собственно, и что дальше. Она так и спросила меня, когда я предложил использовать средства. То есть, собственно говоря, что дальше, она спрашивает. А дальше я хочу показать пример, как это могло бы выглядеть в коде. То есть, предыдущий сценарий. Ну, просто, грубо говоря, у нас есть Ruby файл. Это может быть .NET файл, то есть .NET файл, в котором мы пишем функции, которые каждая функция имплементирует в конкретном степле сценария. То есть, к примеру, нам нужно заготовить банковский аккаунт. В первом степле он, собственно, создается. То есть, у нас параметр – это баланс аккаунта изначальный, да, и мы его передаем, создаем модель и запись, которая будет содержать этот баланс в самом начале аккаунта. Ну, или то же самое action step, то есть действие сценария. Если я хочу заплатиться по биллу, допустим, мой сценарий – это сценарий в браузере, да, то есть у нас веб-бейс-приложение, то каким-то образом, какими-то используют какие-то другие средства, то есть тот же самый Selenium или Elk, Elbar, все что угодно, я могу запрограммировать, чтобы я пошел на нужную страницу, полную нужную мне форму и, собственно, оформил оплату. Вот. Я не хочу вдаваться в подробности, как это имплементировать. То есть это отдельный разговор. Ну, собственно, так происходит связь между спецификацией и кодом. Так она автоматизируется. Это было по огурцу. Я хочу буквально сказать пару слов о другом средстве из Rails-приложений. Это называется Aspect, и оно уже служит для спецификации или для тестирования на юнит-левеле, то есть для view, для моделей, для контроллеров. Немножко другой формат, он ближе немножко к разработчикам, то есть чтобы проще было, чтобы не было этого лишнего абстракта уровня на английском языке с этих приложений, да, там, блин, да, да, мы конкретно обращаемся к нашему классу. И вот здесь пример достаточно интересный. То есть тоже я уже это понимаю из... У меня нет мышки. То есть MovieList — это класс, который мы юнит-тестируем. Вот. И мы определяем какой-то контекст, просто структуризация теста, и метод, который называется... Начинается с слова it — it should be empty. Это, собственно говоря, просто метод. То есть в G-Unity или в TestUnity это было бы определение метода с этим мы и нет. То есть там мы создаем объект нашего класса и делаем какие-то проверки. Замечательное свойство того, что, когда мы прогоняем его, у нас получается, примерно, вот так края, справа, такой output, который может служить одновременно документацией, то есть спецификацией к нашему коду. Сейчас я покажу вам пример выполнения, пример результатов Cucumber, то есть на производительском уровне. Будет видно, что тоже, когда мы прогоним, у нас получается, допустим, в HTML-формате результата, да, у нас есть набор фич с конкретными описаниями, для чего они нужны, у нас есть набор сценариев, мы сразу видим, что какие-то фич у нас, в общем-то, acceptance pass, то есть, в общем-то, с точки зрения пользователя, они проходят acceptance приемочек, прием, проходит приемку, но что-то у нас спало, например, да. Мы можем пойти и посмотреть, как выглядит наш сценарий, то есть мы прочитать можем все те же шаги, как документацию. У нас есть какие-то конкретные примеры. Мы делали разные торги на форумах ChangeMarket и с разными параметрами, торговали разными валютами, разными суммами, и вот один из примеров у нас упал. У нас есть конкретная ссылка на примеры кода. Если это браузер Automation, у нас, может быть, мы также можем туда положить кмешоты и, в общем-то, увидеть, почему, что у нас упало. В инструментах для BDD, как Cucumber, есть поддержка достаточно красивых результатов и трассируемости между спецификациями и результатами тестов, которые, по идее, должны быть считабельны все. Это приятно. Вернемся к презентации. Следующее, то есть, в общем-то, по обзору Behavior-Driving Development у меня все. У меня дальше будет пример, как это работает в проекте. Может быть, у вас какие-то вопросы по этой, по предыдущей части? У меня вопросы. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, BDD работает не только с тестами или можно его использовать, к примеру, для, просто для приложения, то есть для отображения, или только тесты? То есть вопрос о том, можно ли использовать инструмент, как Cucumber, не только для тестирования? Да, да. Да. Инструменты, как Cucumber, они, в первую очередь, я думаю, созданы для тестирования, то есть ты пишешь спецификацию, или вы пишете спецификацию, и потом ее можно автоматизировать. Вы можете не автоматизировать, вы можете не идти дальше, вы можете просто оставить в этом формате. Но я не думаю, что можно имплементировать приложение с помощью Cucumber. Если я правильно понял ваш вопрос. У нас еще один вопрос. Вот вы там показывали маппинг каких-то фич на тест-кейсы. Я не совсем понял, как он происходит. Пару слайдов раньше, может, было. То есть там был список фич, и какая-то фича вот не проходила. Вот этот экран, да? Да. Ну, то есть, к примеру, слушайте, давайте вам покажу просто пример кода. Раз, я сижу дома, у меня есть компьютер. То есть вот так вот выглядит структура кода в Cucumber конкретно, да? И у нас есть папка со спецификациями, с фичи-файлами, и каждый файл здесь, в общем-то, предназначен для того, чтобы мы могли описать конкретную фичу. Например, функционал по тому, как работают спект-тейблс в форум-экчейн-системе, или как у нас работает паблика API для трейдинга, да? То есть каждый файл – это фича, и в каждом файле у нас может быть набор сценариев, который определяет особенность критерия данной фичи. И потом в результатах мы тоже самое видим, собственно говоря. А, то есть просто для каждой фичи делается отдельный тест, правильно? Да. То есть для каждой фичи у нас просто есть набор сценариев. А нету такой штуки, чтобы мы где-то отдельно описали фичи, и какую-то фичу, например, мы тестируем тремя разными тестами, чтобы это как-то смапилось? Ну, то есть в каждой фичи может быть любое количество сценария, зависит от того, какая фича, и как вы хотите плотно ее описать. Ага, то есть может быть любое. Хорошо, спасибо. То есть вот в данном примере вот у меня на экране сейчас у меня есть, у меня тест-сьют, да, мой, состоит из трех фич, то есть написывают три фичи, и в первой фичи у меня два сценария, вот сценарий первый, сценарий второй, во второй фичи у меня один сценарий, и в третьей фичи у меня опять два сценария. Вот в третьей фичи у меня один сценарий упал, то есть, например, если посмотрю на тот, который прошел, то вот он будет, вот у него шаги, эти каждый из шагов отдельная функция, да, она каждой из них прошла успешно, и у меня этот сценарий прошел, ну, тут немножко так похоже на Data-Driven Development, вернее Data-Driven Testing, у меня каждый сценарий, этот сценарий выполнялся количество, количество строк в этой таблице, то есть девять раз, используя разные данные из таблицы, то есть подставляя их вот сюда как переменные, то есть, это уже немножко больше деталей, но, то есть, Киромбар, он поддерживает какие-то более сложные вещи, чем просто однозначно мейпинг предложений из сценария на функцию в ходе, то есть он может быть параметризирован и так далее, один сценарий может приспользоваться много раз, и мы видим, что каждая колонка у нас зеленая, в этом каждая колонка, то есть каждый пример данных, он прошел. Вот в данном примере одна из, то есть не колонка, извиняюсь, строка, строка упала, то есть конкретно, конкретно с этими валютами, конкретно на этом значении, да, у нас что-то не прошло в системе. Саша, спасибо, спасибо большое за участие в нашей конференции, мы очень признательны, это Дима на связи. Алло, Саня, это Дима на связи. Привет. Привет. Спасибо за участие, у меня есть несколько вопросов, слышно, да? Давай. Я так понимаю, что вот Кюкембер вы крутите на Дженкинсе, да? Нет, Кюкембер у него отдельный, свой движок для того, чтобы прогонять тесты. Саня, скажи, пожалуйста, вот если на проекте, ну, в продукте, к примеру, 100 из кейсов или 200 из кейсов, там есть возможность посмотреть именно список, ну, то есть такой высокоуровневый список, вот, что упало, что не упало, то есть, ну, не фичи, а именно по из кейсам как-то? Ну, то есть, в моем понимании, из кейсов, это, собственно говоря, сценарий, на самом деле. Ну, в таком виде, это самое простое, это то, что встроено в кейсов, да? То есть, по дефолту с ним идет, ты можешь посмотреть, грубо говоря, весь список всех сценарий, какие у них прошли, как упали. Классный вид сейчас. А есть ли другие представления, к примеру, древовидное? Ну, если я являюсь, к примеру, продукт-оунером, то я хотел бы вообще знать, ответить на простой вопрос, все ли окей в моем продукте, то есть, да или нет? Можно ли вот просто, не анализируя длинную страницу, просто сразу сказать, все окей? Хороший вопрос. Я не знаю, есть ли какие-то другие средства, которые сделаны, это именно так, что ты можешь увидеть. Но я думаю, что, к примеру, если у тебя есть континент-этгрэшная система, и у тебя есть регрессионный билд, там, в этой системе, то ты сможешь увидеть зеленый или красный. Если тебе нужны уже какие-то конкретные детали, что конкретно не работает, ты можешь пойти в результаты и посмотреть. А еще такой вопрос. Тут вот Квикембер, он позволяет показывать исключения? Ну, то есть, какие-то логи, ну, какую-то техническую информацию, почему что-то упало? Ну, наверняка есть тесты, в которых не просто сравнение происходит, а, ну, как бы, падает из-за других причин. К примеру, просто не дошел до того места, которое мы ожидали, где-то упал, там, свалился с исключением что-то. И еще вопрос. Как девелоперу получить техническую информацию, что там какие-то стэк трейсы есть, эксепшн трейсы? Да, то есть, опять же, по дефолту, вот в этом же примере, вот, ты видишь, что у тебя упал последний шаг, у тебя упал, причем последний шаг именно с конкретными этими данными, у тебя есть стэк трейс в тестовом коде. То есть, ты, кстати, интересный пример, не знаю, насколько хорошо видно, я сейчас увеличу. В самую первую строчку у тебя, в общем-то, эксепшн из твоего секта, да, из твоей проверки. Что ты ожидал, что ты получил. Потом у тебя идет стэк трейс в файл, в котором определенная функция, то есть, стэк дефинишн, который упал, и видишь, что за шаг упал, и у тебя в конечном итоге все идет эта фича файл, ты видишь, какой конкретный шаг в сцене я не прошел. У тебя есть ссылки на линии кода всех файлов. То есть, то же самое, если у тебя просто эксепшн какой-то был, то стэк трейс тоже будет показан на предыдущих шагах. Понятно. Плюс к этому, что делали мы, у нас в континьюнс тегрэйшн, в рэнкенсе, у нас одновременно оттачивался лог приложения самого, которое мы тестировали, и в нем можно было проследить, какие эксепшнеры возникали в самом приложении, что там случилось. Плюс мы оттащили скриншоты, и каждый билд Дженкенсе, он создал все изменения, которые произошли, которые, собственно говоря, тестируются в этом билде. И это тоже помогало проследить, какие изменения могли повлиять на это падение. То есть, ну, не было возможности вот прямо вот отсюда из Кюкембера получить доступ к эксепшенам приложения? По-прямому, чтобы кликнуть на линк, нет, и перейти в код, такого не было. Это, ну, как бы какие-то... Но я думаю, что это можно делать. Есть средства, есть средства, которые ты можешь просто соединить с Кюкембер или своей тестовой системой, которая позволит тебе хранить документацию в другом виде и, возможно, переходить. Ну, ты чего так хочешь? По дефолту нет. Спасибо. И еще вот один такой вопрос. Ну, вот мы заявили в программе, что, ну, Саша, ну, Александр Хелис, эксперт международного уровня. Саша, интересно твое мнение, вот, кого можно пускать, то есть, кого, ну, то есть, специалистов какого уровня можно переводить на BDD вот именно вот в формате, который мы видим, то есть, именно используя Кюкембер, потому что, я так понимаю, что это, в принципе, похоже на программирование. Да, то есть, ты не просто пишешь какие-то кондишены, которые достаточно похожи на человеческий язык, но еще и идет программирование, правильно? Да, да, совершенно правильно. То есть, уровень человека должен быть высоким? Или это, ну, то есть, твои рассуждения, то есть, может ли быть начинающий использовать это? Или все-таки у человека должна быть уже экспертиза определенная? Хорошо вопрос, на самом деле. Я думаю, что он не конкретно какому-нибудь инструменту, он скорее в общем плане. Кто может заниматься автоматизацией? Я не думаю, что может быть запретен инструмент, который позволит человеку, который не знает программирования вообще, сделать качественную автоматизацию. То есть, это мое мнение, я его придерживаюсь. Что касается Cucumber конкретно, то в нем преимущество в том, что у тебя есть дополнительный абстрактный лейер, когда ты пишешь сценарий на английском языке или на другом, на любом другом языке, хоть на русском. Эти сценарии может писать вообще-то любой человек. То есть, даже это будет то бизнес-аналитик на проекте или будет это просто обычный тестировщик, он может добавлять сценарии, да, то есть, он может добавлять новые юз-кейсы, которые он хочет протестировать. А уже будет мотиватор будет браться и автоматизировать. То есть, делать это тестами на математическом. Мое мнение. Спасибо большое. Все, у нас больше нету вопросов, походу, или есть у кого-то? У меня были еще слайды, на самом деле, но я чувствую, что мы не хотим идти дальше. Я думаю, на этом мы остановимся. Потому что главную часть я рассказал. Ну, у нас еще есть время, поэтому мы можем продолжить. Давайте, может быть, я не знаю, давать. Желание есть? Да, да. Продолжаем. У меня еще только половина презентации, на самом деле. То есть, то, что я хотел вам рассказать. Я просто хотел, чтобы дать возможность вам задать вопросы по той части, которая быстро приближала, которая, в общем-то, была главной. И дальше у меня технического будет совсем мало. у меня будет описание процесса и какие-то еще советы протестировал. Вот эта картинка, которая описывает процесс, или, вернее, коммуникацию в команде, пример коммуникации в команде, которая хорошо работает. Картинка не с моего проекта, какая-то картинка была удачная, взята откуда-то из интернета, вернее, как удачно, не очень удачно, потому что качество не очень. Тем не менее, она показывает разные показанные роли, то есть, кто конкретно делает данную активность и последовательность действий. То есть, у нас на проекте было что-то очень похожее. То есть, сначала мы, допустим, бизнес-аналитик или продуктованер, он создает юзер-стори, то есть, какую-то фичу, которую он хочет заимплементировать, часть фичи и, в общем-то, отдает ее команде. После этого мы пишем, то есть, обычно это будет действительно тестировщик с продуктованером, в идеале это должен быть еще и разработчик или девелопмент-пэр, то есть, пар-разработчик, который будет на фичи работать. Мы определяем вместе, что является соответствующим критерием для этой фичи. Пишем какие-то сценарии на том же Q-кампре, например, именно вот сами сценарии без имплементации, то есть, какие должны быть юзкейсы, какие юзкейсы должны проходить с точки зрения пользователя. После этого обычно разделялись тестировщик с разработчиком, тестировщик начинал думать, какие еще он хочет, то есть, он занимался тест-дизайном, каким он хочет еще и в кейсе или тест-кейсы протестировать. И он мог дописывать в том же Q-кампре дополнительные сценарии. Это может делать ручной тестировщик, в общем-то, чтобы он был хорошим тест-дизайном. Это тоже очень важный скилл и непростой. А разработчики в это время начинают думать, как они будут дизайнить, чтобы эти кейсы проходили. После этого в процессе, то есть наступает процесс разработки. Тестировщики обычно автоматизируют свои IQ-компорт-сценарии, а разработчики по TDD пишут код, то есть поддерживая винить тестами. И прогоняя автоматические тесты, то есть как только у девелопера что-то готовы, он может что-то задеплойить, он может прогонять уже IQ-компорт-тесты и видеть, насколько то, что он сделал, удовлетворяет ожидаемый результат, получает быстрый фидбэк. Те самые два цикла, которые мы видели с вами. После этого мы обычно, как бы это сказать невульгарным словом, мы работаем в паре, как партнеры, и мы вместе тестируем, и потом тестировщик обычно еще и все время сделает с X-PARET-ретестинг. То есть какой-то ручной, уже на рабочем приложении динамически потестировать, посмотреть, что происходит в разных ситуациях. И в конце мы прогоняем наши acceptance-тесты, тем, чем мы доказываем, что приемно-задачные испытания прошли. Такая вот схемка. Это примеры живого проекта. Как может выглядеть Kanban или Scrum Word. Каждая карточка здесь конкретная таска, каждая колонка – это статус в проекте. И эти колонки, они более-менее соответствуют тем самым статусам, которые были на предыдущей диаграмме. Если мы заглянем в одну из карточек, то вот так примерно будет отписан функционал. То есть это use-case. Они именно в формате ложатся в given one than. То есть, допустим, в табличной виде, чтобы было читабельно. То есть мы изначально стараемся писать спецификации из кейса так, чтобы они были потом легко автоматизированы, используя этот формат Cucumber, формат BDT. К сожалению, на нашем проекте не было такого, что ты написал, и он одновременно становится кодом. То есть получается, что в системе карточек наших учетных он хранится в одном виде, потом мы все это все равно копируем, переносим в версию Conversion Control System, где мы храним наши тесты. Это правило-то не было бы большой проблемой, потому что мы все равно потом перефразируем немножко сценарии. То есть они общий смысл сохраняют тот же, но видоизменяется, чтобы просто было проще их автоматизировать. Ну, еще раз, процесс. Если коротко, я хотел бы просто постановиться на бенефитах BDD, которые я реально ощутил. Ну, то есть там на 100%, они там... Естественно, не бывает серебряной пули. Любая методология – это всего лишь новая методология. Ну, вот те вещи, которые она принесла нам на проекте, я реально кинюю. И главным образом для меня, главный бенефит – это улучшение коммуникации, потому что мы стараемся использовать один язык, то есть использовать этого формата сценариев, он форсает нас, она заставляет нас говорить на общем языке. То есть вот представьте, что я приехал в Лондон, например, да, и я должен говорить на английском. То есть если я говорю на русском, я бы никто не понимал, но есть определенные правила, если ты работаешь в компании в Лондоне, будь добр, не важно, ты из-за Беларуси, ты из Африки, ты из Америки, американцам проще, да, но ты должен говорить на английском языке. То же самое и здесь. Будь добр, пожалуйста, вот он гибкий этот язык, да, но постарайся вот свои юзкейсы писать в этом формате. Если ты не можешь, окей, давай напишем немножко в другом, но основная, основная степенность критерия – давай напишем в другом. И тогда мы будем уверены, что мы на одном с тобой берегу, и мы знаем, что мы хотим видеть в конце. Это разработчики, тестировщики, бизнес-аналитики, продуктованеры, они все стараются говорить на другом. Если мы это сделаем, то у нас будет живая документация, в идеале, если тестировщики и разработчики будут стараться поддерживать эти тесты. То есть за счет того, что ты тесты постоянно прогоняешь, если они падают, ты их фиксаешь, ты что-то изменяешь. Если изменяются требования, то опять-таки, в первую очередь, меняешь сценарий. За счет этого у тебя получается живая документация, которая постоянно живет, которая… То есть тебе не нужно 10 тысяч артефактов правильно хранить, поддерживать спецификации в формате документов, например, тесты и код. То есть я стараюсь именинизировать и переиспользовать эти артефакты все в одном. Не всегда работают, как я уже говорил, но тем не менее. То есть многие вещи работают. Следующий бенефит – это трассируемость, так называемая. То есть, как я уже говорил, у нас есть спецификация, и потом в результатах мы видим конкретно, как был юскейс прошел, какой юскейс у нас не прошел. И с точки зрения разработчика, он фокусируется на поведении. Он фокусируется не только на дизайне, сколько на конечном поведении. Это позволяет ему… То есть у этого есть свои определенные бенефиты. То есть дизайн, как правило, становится лучше сам по степени. Тут у меня была секция для вопросов. У вас по процессам эти есть какие-то вопросы? Мы себя исчерпали в предыдущей секции. Саша, есть еще один вопрос? Давай. Хочется узнать твое мнение вообще по опыту. Иногда бывает такое ощущение, что для того, чтобы использовать все эти процессы и методики, то есть у компании должна быть возможность именно финансовая, наверное, то есть не очень большой прессинг. То есть что скажешь по этому поводу? Ну, то есть это делает быстрее жизнь, лучше жизнь? Или это немножко замедляет движение проекта? В каких ситуациях можно использовать BDD? В каких не стоит? Может быть, расскажешь, с какими командами это можно делать, с какими командами нельзя? Я думаю, что на самом деле очень правильный вопрос, но я думаю, что опять-таки дело не в методологии. То есть любая методология новая, она займет время. Если нет людей в команде, которые знают, как она работает, это займет время. Что работает хорошо, с моей точки зрения, что я считал на практике, это делать просто маленькие шаги. То есть пробовать. Если ты видишь, если тебе показалось это интересно, попробуй сделать какой-то маленький шаг, попробуй какую-то новую фичу, писать в помощь кюкембра, например. Не автоматизируй даже, просто попробуй написать сценарий. Посмотри, получается ли нет, посмотри, удовольствие приносит ли нет, посмотри, работает ли нет. Попробуй, ты не знаю, вообще хорошо, когда есть человек, который может прийти, то есть они на какой-то поочи, или просто в команде есть человек, который опытен в данном подходе, или в данных инструментах, и он может просто делать пэринг, с другими членами команды. Это работает лучше всего, то есть обучение на примерах. То есть не проводить лекции, как мы даже, то есть сегодня мы проводим вводную, для того, чтобы, если ты хочешь не берите только команду, больше лекций не нужно. Бери человека и просто начинаешь с ним работать. Я думаю, ты это хорошо знаешь, в общем-то, в своей практике тоже. Вот, это то же самое. Самая главная проблема, которую я видел при внедрении, вот именно этого подхода, это работа с бизнес-людьми, или там, даже с теми же аналитиками, или продуктовыми, как заставить пассификацию, в этом формате, это очень сложно. Кроме того, что просто садиться и с ними по маленьким шагам пытаться, с ними начинать что-то писать и показывать с ним, что вот это действительно работает. Смотри, ты можешь сам запустить там, continuous integration, этот job, build, и ты увидишь, собственно, вот читать именно на формате результаты, и ты поймешь, что они работают. Пользователь может залогиниться, но он не может, например, залогиниться, ну, например, верификация пароля не работает. Ты открытно понимаешь, что и как ты можешь сказать заказчику, да, что вот это мы можем уже заделить, это вот надо тут исправить. Ты понимаешь риски, и тогда помогает. Это постепенно ему показывает, что это улучшает внедряемые технологии маленькими шагами. Я ответил на вопрос? Да, да, спасибо. А еще есть один такой вопрос. У вас, ну, в вашем коллективе или в твоем опыте разделялись ли девелоперы и автоматизаторы? Ну, то есть это были разные люди, или была такая практика, когда девелопер и создает код, и тестирует? В конкретно моем примере такое возникало редко, но я думаю, что это, ну, я всегда к этому стремился, на самом деле. Я к этому стремился, и даже в том же Rails-приложении у меня есть знакомые, например, Паш, Павел, Габриэль, да, которых вообще практически не было тестировщиков. То есть в идеале разработчик сам заботится о качестве, сам заботится о том, какое у него должно быть поведение системы, и тестировщики, тем не менее, полезны, но они чаще полезны вот именно при помощи в тест-дизайне, помочь в том, чтобы понять, как система работает в целом, потому что они обычно понимают больше, да, то есть разработчики чаще вкусируются на фичах или на конкретных модулях, а тестировщики становятся системы в целом чаще всего. И для того, чтобы делать исследовательское тестирование в конце, в ретестинг, то есть без этого тоже можно пропустить очень много багов. А так, да, на самом деле, в идеале у меня есть примеры не из моего проекта, но и из знакомых, которых это работает. И это очень здорово. Я еще хотела спросить, были доклады по автоматизации тестирования, то есть, и как выяснилось, то, что заказчики не очень хотят тратить время и деньги, то есть на тесты, на описание хороших именно тестов, то есть, чтобы прогоняло все приложение. Как на вашем опыте заказчики относились именно к применению и бехевиру равен девелопмент? Как они относились к внедрению металлогии? Ну, к использованию, к миру, на проекте BDD. У меня нет примеров работы с заказчиками, я думаю, то есть, конкретно, на конкретный вопрос про заказчиков, но у меня есть внутри команд, компания продуктовая со мной, вот я работал в компании Expedia, которая делает онлайн-солюшеном для travel, для путешествий, бронирования отелей, снимают и так далее, и вот в ней было очень непросто, то есть, техническая команда увидела, что существует такая металлогия и поняла, что для нашего бизнеса она была бы очень полезной. За счет тех бенефитов, которые я уже называл. И мы просто маленькими шагами у нас получилось на 30, заняло это, ну, компания просто очень большая, компания несколько тысяч человек по всему миру, заняло это полтора или два года. Мы начинали с одной команды и в итоге вся компания перешла и у нас все работают под одним тестовым фреймворком, под тестовым фреймворком, все работают, у нас общая структура билдов в Continuous Integration общей библиотеке при использовании, то есть, мы стараемся говорить все-все на одном языке, но заняло полтора-два года. Но как это внедряться, наверное, когда я отвечал на вопрос Димы маленькими шагами, то есть, пытаться начинать снизу вверх, то есть, такая вот, такой подход у нас был, революционный, революционный, я бы сказал. Таким способом сработало. Давайте, у меня буквально осталось 10 слайдов, я просто упомяну некоторые вещи, которые я считаю полезными, потому что я их просто готовил, да, и я считаю, что они, если вы о них не знаете, то и вы занимаетесь тестированием, по крайней мере, они будут вам полезны. Да, давайте продолжим. Думаю, у нас есть еще минут 10. Первая вещь, это так называемые agile testing квадранты, или попытка в очередной раз типизировать различные тесты, которые мне, в общем-то, нравятся, она достаточно простая и она работает. То есть, нам было достаточно просто так вот типизировать. Мы делим, как бы, на 4 категории, грубо говоря, по бокам, снизу, сверху, по бокам данного квадрата или прямоугольника у нас есть эти категории. То есть, у нас тесты направлены на то, чтобы поддерживать команду, то есть, помогать команде правильно разрабатывать качественный код. У нас есть тесты, которые, в общем-то, помогают определить, насколько функционал будет для того, что хочет бизнес. У нас есть категория того, чтобы определять качество продукта и, собственно говоря, технологические тесты, то есть, такие тесты, как security или performance, то есть, конкретные технические характеристики системы. Вот, и они также, то есть, каждый из этих типов тестов, он может быть либо ручным, либо автоматизированным, либо это может быть с помощью каких-то специальных средств, даже не в том, просто для этих средств и делать этот тест не можешь. Ну, это получается четыре квадранта, которые, собственно, разделяются по всем этим скейлам, которые я назвал. В первом квадранте у нас находится то, что нас, в общем-то, нужно в основном команде, то есть, бизнесу, в общем-то, этого большого дела нет, но это позволяет команде получать какую-то уверенность в том, что кто-то у них качественный, что он со временем не возникает прогрессий, и то, что мы делаем то, что нам нужно. То есть, это компонентное и не тестирование. Дальше, ближе к бизнесу начинаются функциональные тесты, какие-то спецификации с примерами, прототипы и так далее. В конце обычно разработка в конце цикла разработки у нас обычный эксплуатриетестинг, тестирование юзабилити продукта, который уже готов, юзерсетант, и так далее. Ну, технические какие-то характеристики системы, оценки качества, такие как перформанс, лот, секьюрити, тестинг, это все, когда ты делаешь что-то, когда, например, ты тестовый менеджер, тестовый лид на проекте, мне очень помогало всегда вот так относиться к продукту, смотреть на него с точки зрения этих четырех квадрантов и определять, какие-то типы тестов нам нужны, для каких нам нужны какие средства, какие люди и на каких стадиях проекта мы это делаем. То есть, теория, ну, такая очень суммирующая все это, на первый взгляд, всегда. Всегда смотрю на нее, прежде чем пишу тестовый план. В автоматизации тестирования есть такое понятие, как тестовая пирамида. Еще раз оговорюсь, это именно для автоматизации тестирования. То есть, у нас есть фонарктические тесты, на продукции могут быть на разных уровнях. если вы посмотрите на правый треугольник, на правую пирамиду, то вы увидите, что внизу у нас вини-тестирование, а потом мы поднимаемся на какие-то бизнес-логики, то есть, тут могут быть интеграционные тесты. Потом у нас есть тест функциональный, и в конце у нас уже какие-то end-to-end или workflow tests, то есть, уже полностью какие-то user journey, или user potence тесты автоматизированные. Так вот, чаще всего на проектах, по крайней мере, в моей практике, и в практике тех, откуда я взял эту идею, эти картинки, ситуация следующая. Количество юнит-тестов обычно очень маленькое, покрытие небольшое, то есть, получается, что внизу у нас ширина, ширина, грубо говоря, треугольника или пирамид определяет количество тестов. То есть, на левой картинке мы видим, что юнит-тестов мало, а workflow тестов, конвечных end-to-end тестов у нас очень много. Вот идея в том, что оно должно быть наоборот. Идея в том, что тесты на нижнем уровне, они намного более стабильные, они обычно из, там, у нас есть мокии, стады всех внешних зависимостей, они стабильные, они очень быстро орануются, там, на юнит-тесты может рано за миллисекунды. Мы получаем очень быстрый фидбэк и, в общем-то, понимаем, то есть, покрываем все бренчи в нашем входе, там, в идеале, да, и протестировать систему. В то же время мы не можем просто оконечиться юнит-тестами, да, то есть, нам нужно понимать, что система работает для конечных пользователей, поэтому у нас есть функциональные и тесты их количество гораздо меньше, потому что они обычно более часто падают, они зависят от каких-то внешних систем и они просто выполняются гораздо дольше, то есть, в континенте мы ждем гораздо больше времени, поэтому такой баланс рекомендуется. Ну, на самом деле, кружки здесь не играют никакой роли, это просто для хохма, для смеха, что из мальчика делаем девочку. Это пример в общем-то тоже кикамбарсенария, следующая тема это пример из таббинга, то есть, если у нас система Xpd вебсайт, он зависит от очень многих бэкендов, то есть, бэкенд, например, просто бронирование отелей, их несколько, то есть, какие комнаты доступны, что бронировать комнату, их несколько по всему миру и много приложений используют не те же бэкенды, то есть, и в Xpd вебсайт тоже не исключение, то есть, в Xpd есть несколько сайтов, которые используют не те же бэкенды, и вот мы тестируем конкретный сайт, и мы понимаем, что моя команда, например, она разрабатывает только сайт, она разрабатывает только бизнес-лику этого веб-приложения, мы не отвечаем за то, что хранится в системе, если у нас что-то с connection, да, в системе, что-то в этой какой-то системе неправильные данные, то мы за это ответственность не несем, мы в первую очередь сфокусируемся на том, что наша система, на тестирование и на данном этапе нашего цифра разработки мы не очень переживаем о том, как у нас соединение с бэкендом, нам интересно, чтобы наш код был без багов, поэтому в этом случае намного делать, очень полезно делать стаблинг, который позволяет ускорить прогон тестов, позволяет сделать их намного более стабильным, потому что мы просто отсекаем причины падения, которые от нас не зависят, которые мы не контролируем в том, что это внешняя система. Вот, но тут в этом примере сценария, первые два шага, они определяют контекст, так говоря, грубо говоря, этого юзкейса. Мы делаем данный сценарий для пользователя, который у нас гость у нас на футсайте, и мы хотим забронировать такой-то перелет, да, мы хотим с какими-то лететь из Сиэтла, лететь в все эти данные, они в общем-то зависят от бэкэнда, и мы хотим сделать им стаббинг, то есть мы хотим искусственно создать данные и не зависит от бэкэнда нашего. И вот как получается, мы в самый свой продукт внедряем возможность стаббинга, то есть наше приложение, оно может работать в режиме коннектора к этому бэкэнду, либо в режиме стаббинга, да, и наша автоматизация, она может контролировать, наши автоматические тесты, они могут контролировать, в каком режиме приложение работает, какие данные мы хотим застабировать, что очень удобно, то есть вот пример, как эти первые шаги, определение, что у нас контекст пользователя как гостя, и мы бронируем перелет оттуда-то туда-то с такими татанами, конкретный перелет может имитироваться так, то есть различные способы, но вот пример из нашего проекта, мы с разработчиками вместе сделали, ну во-первых, мы написали классы внутри приложения, которые позволяют гестабировать все внешние зависимости, то есть если у нас есть класс, который работает, обращается к бэкэнду, к секвили, к внешнему сервису, берет данные, то мы можем сделать mock этому классу, да, или стаб, и он будет хранить те данные, которые мы ему скажем хранить, и будет их собственно возвращать, пока мы будем покинять тест с точки зрения пользователя права. Вот, мы сделали такую страницу, веб-страницу, которая запускает в самом начале, заполняет эту страницу данными, и наши mock-классы, они хранят эти данные в процессе всего прогона. Второй способ, если сценарий достаточно простой, то есть у тебя там нет 10 страниц, на которых тебе нужны одни и те же данные, чтобы они были, да, консистент, последовательные между собой одни и те же. Можно просто сделать, заготовить так называемый country-спонсерс, то есть XML-файлы, например, да, веб-сервис, в котором ты будешь конкретно говорить, дай мне 10, если я буду искать отели в Сиете, дай мне, пожалуйста, вот эти 10 отелей, ты будешь конкретно знать все их свойства, их цену, и тогда это можешь стабильно тестировать. То есть это как бы следующий уровень, мы знаем, что в автоматизации мы можем там заполнять тестовые данные с помощью SQL-ем, простыми какими-то критами, можем создавать в системе те прикодички, которые нам нужны. Я считаю, это следующий шаг качества, следующий уровень, наверное, когда мы работаем вместе с разработчиками и мы повышаем тестируемость нашей системы за счет того, что мы поддерживаем стайминг. Наши автоматические тесты контролируют, как мы раны. В то же время мы можем те же самые тесты запустить уже конкретно с бэкэндами, то есть полностью интеграционный тест, полностью on-to-end, когда все работает в системе, то есть если нам нужно на следующих этапах. Пару слайдов про continuous integration. То есть вот так может выглядеть pipeline в Jenkins'е. Наверное, я не хочу устанавливаться подробно, но вот так у нас выглядело. То есть вот эти четыре этапа, четыре шага, или три этапа и четыре шага в нашем pipeline и в нашем continuous integration они были, прогонялись у нас, по-моему, за 20 минут, мы добились, на большой-большой распределенной системе. И пока, если что-нибудь из этих шагов получалось красным, то вся команда должна была остановиться, больше ничего не сабито с вершим контроль, должна была зафиксовать, починить билды, потому что это должно быть зелено, то есть такая партия continuous integration. У нас здесь было на первом шаге, у нас была компиляция и тест, тестатический анализ кода, после этого мы билдили приложение, то есть это было Java-приложение, мы делали в Java-файл, мы его деплоили и мы прогоняли интеграционные тесты и acceptance-тесты, когда все застабировано, то есть проверялись, что наш код не полонат. Ну и потом из следующих этапов дальше продолжался pipeline, который уже не был stop-the-line, который уже мог быть красным какое-то время, и там уже был и все остальные регрессионные тесты, которые тоже параллеливались. Собственно, всего говоря, я думаю, что мне пора запрогуляться. Последний слайд просто напоминает еще раз о том, что главный месседж, который я хотел донести сегодня, это давайте будем стараться говорить на одном языке. В моем опыте мой опыт положителен, это получается до какого-то уровня, по крайней мере, и мы можем строить приложение гораздо более качественное и стараться будет на одном берегу и строить какие-то более положительные между собой relationships. Спасибо большое, Александр. Не забывайте, что иногда нужно немножко получать удовольствие от работы, то есть тоже команда, с которой вы нашлешь язык, иногда можно повеселиться. На этом у меня все. Может быть, какие-то есть еще вопросы по последней части. у нас есть, наверное, может быть, две минуты, либо у меня есть контакты на экране сейчас. В том случае, спасибо большое вам за внимание. Вам тоже спасибо большое. Поддержали сейчас, после обеда. Все было интересно. Спасибо.